Ремонт в неврологическом отделении Пушкинской районной больницы сделали в этом году летом. О том, как выглядели раньше палаты, говорить не нужно. Представление о больнице, где долгие годы не было ремонта, есть у каждого. Без поддержки со стороны тут никак материалы для ремонта неврологического отделения помог приобрести Пушкинский фонд местного развития. В марте 2018 года директором Пушкинского фонда местного развития стал Тимур Апарин. Жители Пушкина знают его еще как депутата Совета депутатов города. Как признается сам Тимур, в каком-то смысле благотворительностью он занимался и раньше, до работы в фонде. Благотворительные моменты для меня это, в принципе, на протяжении четырех лет, которым депутатом я являюсь, мы это все равно постоянно делаем. К нам обращаются наши жители, мои избиратели по кругам с различными просьбами, мы также оказываем помощь. Тут просто в фонде это более глобально, да, то есть там районные больницы, детские сады, там школы, какие-то объединения, там творческие кружки. Но это, в принципе, деятельность то же самое, только в более больших таких объемах и масштабах. Помощь с ремонтом неврологического отделения в Пушкинской районной больнице стала, можно так сказать, его первым большим делом в фонде. Почти за год работы Тимура появились и традиционные мероприятия, например, акция «Озовись сердцем». Фонд вместе с гипермаркетом «Глобус Пушкина» проводят ее уже во второй раз в этом году. Последняя была совсем недавно, 3 ноября. Акция благотворительная. Мы объединили всех, чтобы показать, что как бы мы есть, есть дети, есть, они делают свои поделки, какие-то средства они сегодня соберут для того, чтобы дальше заниматься своими делами, так скажем, да, творчеством своим. И огромное, конечно, спасибо этой музыкальной школе первой, которые сегодня приехали, нам тоже очень помогли, выступили своим замечательным концертом. Огромное им спасибо. Деятельность Тимура Апарина в качестве директора фонда началась с предложения главы Пушкинского района Сергея Гребенюченко. Однажды они собрались в его кабинете. На встрече присутствовал и бывший директор фонда Артур Гагиев. Главным, наверное, можно так сказать, было условием, я сказал, что Артур Азбекович, я говорю, без вашей помощи, я говорю, я не готов заступать на такой пост, потому что, как бы, я говорю, с этим тонкими моментами не сталкивался, поэтому, я говорю, мне необходима будет помощь. Конечно, мы на данный момент все моменты, все вопросы, все заявки, мы всегда отрабатываем вместе, вместе с Артур Азбековичем и Сергеем Михайловичем. И действительно, все заявки, которые приходят в фонд, они отрабатывают вместе, втроем, внимание стараются уделить всем обращениям, однако, в первую очередь, поддерживают активных граждан. Не всегда требуется помощь большая, зачастую нужны просто даже люди или какие-то материалы. На сегодняшний день у нас заявок много. Вот мы с Тимуром, с главой всегда садимся, смотрим там поступления, какие приходят заявки, проекты и разбираем. У нас больше на поддержку таких социальных проектов, молодежных проектов, спортивных проектов, на какие-то школьные проекты, образовательные, я имею в виду, или здравоохранение. Потому что то, что мы делаем, например, отремонтировали палаты в детском отделении, в больнице. Вы представляете охват, какое население, сколько там детей проходит через эту больницу, которые будут лежать в этой палате. Это надо считать именно бенефициарием, которые будут получать эту помощь. Я вам так скажу, было в истории много моментов, когда мы своевременно приходили на помощь, своевременно людям помогали в трудной жизненной ситуации. И я думаю, что они сегодня благодарны. Первое, что мы сделали, мы создали сайт, начали приглашать телевидение, СМИ на все наши мероприятия, показывать нашу работу, освещать все, что мы делаем на территории Пушинского района. И не только Пушинского района, а и в Ивантеевке, и в Красноармейске, акции, которые мы проводили. Артур Гагиев был директором фонда с 2016 по 2018. До этого он почти 13 лет проработал в Организации Объединенных Наций в детском фонде ЮНИСЕФ. Там он набрался достаточно опыта. Артур Гагиев работал именно в социальном направлении и занимался благотворительностью. Мой девиз такой, все, что я делаю, это благодаря Всевышнему. И только Всевышний может оценить меня. Правильно я сделал, неправильно я сделал. Артур Гагиев такой новый вектор открыл, соответственно, все СМИ о нем заговорили. И это правильно, но просто люди должны видеть. И благодаря этому, возможно, появятся новые спонсоры, новые предприниматели, которые захотят тоже чем-то помочь. И они, на самом деле, таким образом появляются. Кто-то видит на ваших телеканалах, на ваших страничках, на нашем сайте, соответственно, есть все дела, все наши добрые, которые мы делаем. У Тимура Апарина и Артура Гагиева есть много общего. И это не только фонд. И Тимура Апарина и Артур Гагиев состоят в Пушкинской мусульманской общине. Там они стараются принимать участие во многих мероприятиях. Вместе с общиной они проводили далеко не один субботник в городе. Приурочено к областным субботникам, к месячнику, так скажем. И уже как традиционно для нас, вместе с общиной мусульманской и Пушкинского района, мы по пятницам после молитвы собираемся на субботники и помогаем нашему городу и району стать чище. Будет дождь, снег будет, люди все равно будут. А вы видели, предыдущие субботники, пятничники, так называют. Да, и всегда дождь шел, и снег шел, и все, и старшие, и младшие выходили и работали. Пушкинский фонд местного развития существует с 2006 года. Однако период, начиная с 2016 и до сегодняшнего дня, можно назвать самым активным, потому что о его деятельности стали все больше и больше узнавать люди. Практически о каждой помощи, которую оказал фонд, писали в местных газетах, информационных порталах и снимали репортажи. Это поспособствовало привлечению новых предпринимателей, которые хотят сделать доброе дело. Например, так случилось с дачей Струковых. Артем Упиров, директор строительной компании «Русском сервис», увидев репортаж о субботнике, захотел помочь. Происходит, собственно, разрушение фасадной части здания, что как бы не очень приятно. Почему занялся этим? Потому что с рождения живу в этом городе и хотелось бы оставить какой-то свой вклад. Таким образом, бригада работников Артема Упирова поменяла водостоки на даче Струковых. Не всегда деньги обязательно перечисляют в фонд. Иногда предпринимателям, изъявившим желание помочь, подсказывают, где она необходима. Однако есть и постоянные спонсоры, как, например, гипермаркет «Глобус Пушкина». Ежеквартально он перечисляет 1% от продаж продукции собственного производства в фонд местного развития. Полученные деньги уже распределяют там по заявкам. В среднем фонд тратит в год около 5-6 миллионов рублей на помощь различного характера. В 2016 и 2018 это порядка 6 миллионов, а в 2017 чуть больше – порядка 7. Знаете, у нас еще как происходит? Вот недавно фонд «Виктория» обратился, да, там, у нас не было там средств на фонде. Мы попросили наших коммерсентов, которые, ну, пушкинских, так же, там, Владислава попросил, без перства, он оплатил им 30 тысяч рублей на поездку, они вот, ну, в рамках новогодних праздников на фабрику Деда Мороза, там, Дед Морожен, тоже вот, ну, как-то так, а то эти деньги мы можем не учитывать, просто это вот люди показали отдельно, попросили, они помогли. В фонд постоянно приходит много разных заявок. К сожалению, не всем удается оказать помощь, так как средств на все сразу не хватает, некоторым приходится отказывать. Нет такого, что все, извините, мы больше с вами общаться не будем. Да, конечно, мы пытаемся найти какие-то другие варианты, если нет там средств в фонде, да, что мы поможем, мы там пытаемся, может быть, найти какого-нибудь там предпринимателя, коммерсанта, который готов им помочь. Даже если на данный момент нет финансовой возможности помочь кому-то, Тимур старается сделать это постепенно, через какое-то время. Ремонт в нейрологическом отделении ПРБ, подарки ветеранам на 9 мая, призы для участников международного фестиваля конкурса ABC Arts Азбука Искусств, звуковое оборудование для детского фольклорного ансамбля Веснянки, подарки на День труда. И это лишь часть того, что было сделано фондом за этот год. Наш фестиваль поддерживает много партнеров, и нам очень приятно, что столько компаний, столько людей откликнулись. Прежде всего, это администрация Пушкинского района, фонд местного развития, Пушкинский фонд местного развития. Тимур Апарин поделился с нами и ближайшими планами. Сейчас фонд собирается помочь школе-интернату для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, сделать ремонт нескольких кабинетов. Один из них – класс домоводства. Там у них кухня, то есть там детей готовят еду готовить, они там соленье, варенье, они там все делают. Вот заходил, приезжал к ним недавно, все показывали. И также отдельная зона – это у них там стоят диваны, шкаф. Вот они учатся, как правильно подавать чай, как правильно подавать еду, убираться, да, то есть, ну, полностью и день домовоз. Вот мы там будем делать полностью ремонт, покупать новую кухню, все оборудование, там плиты, СВЧ. Ну, это вот сейчас процесс этот на данный момент идет. По инициативе Тимура Апарина в этом году у Пушкинского фонда местного развития появился свой аккаунт в Инстаграме. О хороших и добрых делах теперь рассказывают еще и там. Тимур Апарин надеется, что это привлечет еще больше людей, которые хотят помочь. Евгения Коломец, Владимир Парфенов, Пушкинское телевидение.